добрый вечер всем дорогие друзья вот решил рассказать вам о видео снятом ранее у меня на канале заводим не сам под файдер в мороз то есть многие люди спрашивают скажи пожалуйста чего горел чек так расскажу вам почему горел чек не сам под файдер у меня 14 года 2 и 5 литров объем двигателя дизель 6 лет я отъездил на нем без проблем то есть и где-то полгода назад начал гореть чек неисправность двигателя ну заводился в гараже выезжал ездил как бы без проблем ну вот начались проблемы ребята на улице пришла осень стала холодать то есть тем при температуре минус 10 минус 15 заводился уже не с первого раза так знаете надо было помаслать а при температуре минус 20 однажды совсем не завелся прикуривали мы что только не делали мы прикуривали бывало долго-долго прикуриваешь маслаешь завелся все поехал ну вот случилась беда на улице потеплело до минус 7 я с гаража выехал на оставил возле дома короче на ночь машину с утра встал минус 7 на улице заводить вообще ни в какую то есть парней позвал начали прикуривать аккумулятор посадили в хлам еще раз я его зарядил опять поставил крутил крутил масло даже признаков не было и дыма даже словно не шло то есть некоторые советчики сразу это полетел от нвд там все что угодно некоторые говорили цепь соскочила я не стал панике поддаваться никому на ремонт не загонять ничего утащили в гараж сутки простоял думаю мало ли чё где-то может солярку прихватила хотя минус 7 это вообще не температура ну всяко разно проставил сутки пришли в гараж заводить ни хрена вообще ноль звоню там одному мужику не они тоже не сам под файдер тоже 2 и 5 тоже дизельную намного старше в чем проблема то может быть он горит и с ними клеммы покори одевай заводи еду на елке палками что так просто может так культурно послал ну тем не менее снял клеммы уже как последнее что можно сделать покурили одел джин завел ни фига себе ладно может быть когда прикурили в мозгах что-то сбой что-то дала но не в этом дело через пару дней поехал на работу опять температура воздуха было где-то минус 10 также ночью мне простояло в ночь заступил 12 часов с утра заводить ни в какую посадил аккумулятор опять суплю клеммы откинул уехал домой договорился все притащили в гараж в гараже как всегда у меня в теплом гаражом постоял с трудом но завелся короче делать нефиг обзвонила я всех туда-сюда то есть советчиков много но решил начать замены свечей то есть 140 тысяч пробег это пробег приличный свечи ни разу до этого не менял заказал свечи заказал свечи dance a 1601 свеча ну 6 400 отдал за свечи свечи то пришли стал звонить кто мне может поменять то есть ребята столкнулся с той фигней что свечи поменять никто не берется сам боюсь блин свечи тонкий если поломает то есть это не как на снегоходе надо мне дизелиста только говоришь пробег 140 тысяч сразу все отворачиваются ой не дай бог замена там позвонил вас ты ложку город нягонь нас от 200 километров думал там всем занимать может возьмутся ребята те тоже пошли в отказ то есть однажды был у них печальный опыт не сам под файдер тоже пригнали пробег приличный стали свечи менять обломали свечку пришлось голову открывать эту голову отправлять екатеринбург высверливать то есть источка встряла на деньги все что делать позвонил бош-центр ребята вот свечи мои поменяйте ну давай гони только одно слово если они пойдут заменим если не пойдут то там подпишем ряд бумаг будем скрывать голову уже действует грубо говоря конкретно учу делать выбора нет ребята вообще не заводишь то есть теплого гаража покатался 5 теплый гараж летняя машина а скоро в отпуске ехать через десять дней но отогнал пока суть доделал час по городу погулял звонит все свечи вышли все нормально дэнса поставили приезжаю завожу чек пропал ошибку не надо ошибку они сбросили дочь уже неделю езжу завожу глушу то есть чек уже не вылазит все нормально машина пыряет работает идеально то есть дело было все свечах там тоже есть видео я эти свечи выложил показал каком они были состоянии ребята они вообще как я ездил свечи и то что черный там какого-то там розового цвета свечи как сгоревшая спичка знаете вот-вот начнут крошиться то есть свечи просто в хлам мертвый у моего знакомого тоже не сам под файдер только у него на год старше 2013 года так вот у него точно такая же беда началась намного раньше при пробеге где-то 80 тысяч если я не ошибаюсь он у срок брал я на выбрал а он брал сроку 80 тысяч пробег у него началась вот такая фигня еще до меня короче он поменял все фильтров я не знаю миллиард менял грушу менял ну чё только не поменял все столько можно и самым последним поменял свечи и стала заводиться и это хрена узнать от чего 80 тысяч пробег всего ну пробег тут мало зависит там свечи по пробегу тут факторов вернее много солярка качество топлива это очень значит то есть вот не может 80 тысяч они сдохли а у меня в 140 они сдохли ровно не дать не взять 140 тысяч свечи крякнули так что у нее сейчас заводится он уже полгода как ездить без проблем я поменял неделю гоняя морозы мужики 30 36 оставлял на улице страх остался надолго не оставлял часа четыре оставляют 36 градусов представляете это все тренгет составляя захожу с отверния сажусь джинс полпинка завелась проблем нету если бы с теми свечами оставил все труба явно тому что говорю под файдовщиков у кто имеет машина вообще идеальная вместимость все прет меня устраивает это японский вазик такой который машиной на дальние расстояния то есть врача его цена чек загорелся ребята проверьте свечи то есть плохо стал заводиться не паникуйте снимите от фильтра отсеките все шланги топливо бежит груши качнули все нормально одели значит но не в топливе не в солярке дело но первым делом смотрите свечи я чуть только не пробовал каких только советов не выслушал ребята свечи уже потом как начал интересоваться в городе там да некоторые люди сталкивались то есть меня ли там до хрена тоже советов но во всем была проблема свечах кстати звонил официалом почем свечи чтобы у них поменять там ну чтобы знать тут наверняка они-то должны были взяться за мои свечи позвонил официалом 11 рублей ними за свечи выкатили ценник 11 с лишним за 4 свечи накаливания плюс 12000 за работу это блин 24 рубля за все ни хрена себе это на каждую свечку по 4000 за работу ладно здесь меня взяли то есть 6400 я отдал за свечи два с половиной рубля взяли за замену свечи я считаю это нормально то есть если в принципе нормально свечи читал ну дэнсов советуют нормальные свечи не знаю как они покажут на для себя только то что таких пробегов я больше не буду допускать без замены тысяч пятьдесят стопудов буду менять уж не так дорого 1600 свеча мужики лучше поменять чем день буду так встанете по этим рыбалку машина ставите на день выйдите и хрен заведете и помочь никому будет то есть труба найти тоже таскать его на тросу такую бандуру не каждый щупа тащит так что такие дела если я ответил на ваш вопрос то есть мне больше не сдавайте почему горит чек или плохо заводился он там в той видях и не сам под файдер заводим мороз я тогда еще не знал почему плохо заводился теперь я вам ответил на этот вопрос из-за свечей чек пропал проблем нет машине 6 лет 140 тысяч пробег поменял за все это время так вот свечи я поменял передние амортизаторы поменял один в хлам я ушатал он так как купил машина большая кочки ловил только так думал везде гонял таких скоростях 1 полетел мы поменял две поставил каява нареканий нет отрабатывают нормально и комплект летней резины я поменял все больше в этой машине я не менял ничего ты его делаю то есть замена масло фильтров всех раз в 12 тысяч не дать нельзя аккумулятор еще поменял то потом родной проработал пять лет поехали в отпуск музыка хай-фай во дворе прослушали всю ночь с утра аккумулятор оказался дохлый больше по этом машине нареканий нет ничего не менял работает идеально в отпуск гоняю с прицепом таскают прицеп таскаю нелегкий пройд как танк сиденья раскладываться в ровный пол отдыхаешь рыбалка охота даже в дороге остановились без кеппинга семья из трех-четырех человек ложится все чувствуют себя комфортно что еще по шумоизоляции машина ну шумновато но опять сравнивать с чем я до этого был уазик был ford фокус чем еще был девятка была на ненормальная машина и одном скажу по расходу топлива на ford тратил на бензин больше денег доезжал до самаре чем на nissan под файдере ford был 18 фокус объем движка чем сейчас трачу до самары на моем дизеле nissan под файдер 25 к топливу непринужденный двигатель тоже непринужденный неприхотливый то что еще по нему могу сказать до автомат есть автомат ребята в грязь и загонял кукурузное поле вернее после скошенной кукурузы пришлось вызывать трактора 2 подождите один приехал 23 трактора белорусов 3 вытащил нас всех то есть машина хорошая но если за сайте за сайте по самому раму не каждый еще вас дергит машина тяжелая рамник то есть надо с умом тоже еще так лазить везде понижающие там 4 в.д. таскать можно на буксире кнопочку нейтраль переключили зажигание включили потащили ничего страшного довольно теплые морозы не закрывал двигатель я ни разу не одеялом не передок не закрывал отвечаю ездил в морозы было 43 градуса брата увозил на поезде это 150 километров 43 градуса пер туда-обратно ничего не перемерзает в 36 35 езжу постоянно ни разу ничего не перехватывал то есть всяких укрываний бесит конечно когда снежок идет машина постоит то есть дворники примерзают обогрева дворников не приходится их от держать там аккуратненько вот это упустили то есть сделали подогрев дворников или обогрев лобового стекла сеточку форда было вообще бы идеально было камера заднего вида зеркала лобухи в гараж всегда задом заезжаем никаких проблем там по моему без базару то есть машина вполне устраивает вот для семьи для людей кто любит активный отдых идеальная машина то есть купив крозака который сейчас выпускает на не тех денег не стоит мужики вот под файдер идеальная машина так что если ответил вам на ваши вопросы которые появились в комментариях к тому видео то палец вверх пишите может еще что-то добавили так сильно машинах не разбираюсь ребята я стараюсь гонять обслуживать на станцию техобслуживание но не к официалам бабки дерут бешеный nissan центры работу выполняет ту же самую что где постоянно центре там поддержки как там называется камелоти короче обслуживаюсь те же самые масла все ли и оригинальная на туалете цена я обслуживаю короче стандартная то замена фильтров проверка балансировки там туда-сюда вот эти все стандартные работы замена маслом мне выходит 11 штук официалов выходит 48 тысяч вот и подумать еще официалы суперкуй умудряется приписать в работах снятия защиты у меня защиты не было и нет то есть мне один раз прописали я торопился приехал домой посмотрел ем мое 3 рубля снятия защиты видел как они ты его делать они поднимут три часа машины висит а за это деньги копает по окончании трех часов там за 20 минут за 30 подойдут все сделали опустили пожалуйста 40 это дай так что ребят официалам не советую машина новая год да там есть четыре пять лет не хрена не делать это я вам стопа добро обдирала полное так что ладно всем пока будут вопросы задавать так то у меня канал охотничий ну просто я вот вздуру выложил там про nissan не знаю почему и начали накапливаться вопрос вот я вам ответил а так канал у меня стараюсь охота природа рыбалочка так что подписывайтесь впереди будет очень много это канал создал не вовремя в этом году учат решил так инстаграм youtube попробовать попробую на улице морозы бахнули середины декабря под 40 до сих пор он 20 февраля по ночам 42 градуса то есть охота облом рыбалка облом рассказывает то что было некоторые выезды делаю начнется весна следующий сезон охоты будут вот такие видях испробовано все на себе все действительности все не надумано снято будет от первого лица без всяких постановочных сцен можете комментировать а хочешь я давно стаж охотничий нет можно сказать с детства знаю в тайге ну не все все узнать вообще невозможно но многое предпочитаю охоту знаете такую не слишком современного более как охотились наши отцы дети ой дети деды то есть это будет все рассказано вам показано то есть подписывайтесь обещаю вам снимать интересные видях и постараюсь поподробнее комментировать я в этой ниши грубо говоря начинающий но попробуем почему у меня так что ребята давайте всем спокойной ночи пока